добрый день дорогие друзья добро пожаловать на мой канал сегодня мы с вами будем готовить пирожные красный бархат для бисквита соединяем сахарную пудру мягкое сливочное масло и взбиваем на высокой скорости до посветления и пышности когда масло посветлело хорошо увеличилось в объеме по одному начинаем вводить яйца каждый раз хорошо взбивая на высокой скорости в отдельной чаше соединяем все сухие ингредиенты все хорошо перемешиваем добавляем часть муки и половину ряженки перемешиваем на небольшой скорости добавляем остальную часть муки ряженки масло и перемешиваем добавляем краситель у меня это топ продукт можно взять любой можно взять сухой краситель и разбавить его в ряженки вот такое в итоге получается красивое насыщенное тесто тесто разделила для удобства на две равные части у меня есть такая квадратная форма если у вас нет формы можно под пергамент положить бумагу формата а4 это будет вам служить своеобразным трафаретом остывший бисквит выравниваем и делим пополам в итоге получается 4 коржа соединяем яйца крахмал и сахар и все тщательно перемешиваем а пока все перемешиваем отправляем греть молоко молоко довели до кипения и тонкой струйкой при непрерывном взбивании вливаем молоко в нашу смесь затем переливаем обратно в сотейник и при непрерывном помешивании увариваем крем до загустения оставляем остывать до комнатной температуры накрываем пищевой пленкой в контакт чтоб не образовалась корочка далее взбиваем хорошо сливочное масло и в 3-4 приема добавляем заварную основу пока взбивается часть крема я отдельно взбила сливки соединяем две части вместе взбиваем еще около 1 минуты на высокой скорости наш крем готов начинаем сборку торта положили часть крема распределяем можно добавить ягоды на свой вкус наносим финишный слой крема и украшаем измельченными обрезками от коржей отправляем в холодильник на 4 часа можно на ночь а теперь нарезаем охлажденный торт на порционные кусочки я нарезала на 5 частей по желанию можно нарезать на 10 пирожные получается очень яркие красивые украсят любой праздничный стол желаю вам удачи на кухне не бойтесь экспериментировать вот и вот так вот вот вот